Нет, ну вы взгляните. Какие же в Project Cars отвратные раскраски? Мне кажется, ими занимается дизайнер, который фанатит от противогазов, резиновых перчаток, и всего гардероба старой игры S.T.A.L.K.E.R. Ну ладно, вот это неплохая. Охуеть, да ладно, только раскраску же выбрал, ну чё ты? В общем, привет, это школа гоночного мастерства от зима. Я был очень рад увидеть, что мой ролик понравился участникам сообщества Семейсинга ВКонтакте, спасибо вам. Месяц назад я подумал, что было бы неплохо заиметь австралийский туринг в Project Carsе. Почему я так подумал? Хуй знает, ведь даже в чёртовом глядосе у меня не получалось проехать на этих машинах, не размазав их по каждой стене, и ведь даже тамошнее правительство было не при делах, просто не мой класс. Сложные они, двигатели спереди, да и тяжёлые пиздец. Однако, почему-то захотел. И как же я охуел, когда на следующий день анонсировали эту самую дрочь. И вот вчера они вышли, и я, конечно же, решил проехать гонку с ними. Перед сном я объелся грибов, что выросли под моим стулом, и мне приснилось, что прижимная сила угрожала мне, что всем расскажет, что я гей. Как оказалось, она шутила, но мне было не до шуток, поэтому я нахуй срезал её, повлёбывается мне ещё тут. Что вам сказать? Профессиональная инженерия. Когда я выехал на трек и нажал на педаль, я сразу понял, что с этой машиной выпендриваться перед одноклассниками у меня не получится. В последний раз я так пугался в детстве, когда мне показали советские мультфильмы. Мне пришлось извиниться перед прижимной силой и вернуть троечку. Троечку, потому что единички мало, двоечка с четвёркой мне не нравится, а пять, это уже слишком много. Ещё я срезал бамп стопы нахуй, просто потому что в душе не ебу, как они мне могут помочь на батурости. Я сидел себе в боксах и подбирал настройки по всем правилам сатанинской библии, принося в жертву кенгуру и разносчика пиццы, и тут какой-то чертила ворвался ко мне и спиздил мои спазы. Сука, мне что в машину говно заливать? Стой, сучара, верни спазы. Ну хочешь, я тебе отсосу? Ну бля. Эй, парень, мамке привет передай. Ахахахах, ахахахах, думал спазы у меня спиздить? Поделом тебе, сучок. Смешно, аж бочину помял, щас загнусь, вскорую. Ну, а дальше я сделал ещё пару настройок на отъебись, чтобы прикольнее было. Встретил ещё одного парня, не знающего о зеркалах. А потом ещё немного подёргал за кастор, хоть и понятия не имею, какой приход от него ловишь, и гонка началась. Приятных зрелищ, не забудьте купить хот-догов и понюхать бензин за трибунами. Вот чёрт, я нарушил своё же правило и забыл сходить поссать во время практики. Надеюсь, гонка будет простой. Ага, как бы не так. Австралийский дух уже чувствуется. Три парня слева обнюхались бензиком задолго до начала гонки и устроили резню. Понял, проезжаем. Ещё, как вы видели, мне всадили заточку в спину, но меня таким не возьмёшь, я спокойно сосредоточен, как пятиклассник законтрольный. Слева от меня едет сучок, спиздивший мои спайсы во время практики и признаюсь, хотелось дёрнуть рулю влево, но я само спокойствие, учитесь. На белых машинах ездит только местное правительство, вот пидаросы. Смотрите, ща подстрелю. Да вы заебали, мне зад жарить, доиграйтесь, и вас подстрелю. Сразившись в очередной раз с очень плохими дорогами, прошёл профессионально змейку, и получив леща от ещё одного мистера весь трек мой, я устремился к победе, засадил парню в ответ, срезал трек и развернулся к беняму. Ну что за день, что за день. Проезжая мимо старта, я заметил парня, что перебрался с спайсами и теперь ничего не понимает и просто лежит на треке. А я ведь ещё, в первой части моей школы, говорил не переливать спайсы так, чтоб выперало, иначе перекидан. Так что смотрите меня, у меня полезно, и лайк поставьте. После я гнался за парнем, прошёл змейку, в профессиональной манере ещё разок, там же увидел ещё двоих перебравших со спайсами и финишировал на третьей позиции, сразу после местного правительства. Ну, машина мне не понравилась. Просто очень сложная, как для деграданта. Вышло Делси с несколькими машинами и одним треком. Оно стоит аж 4 доллара, а я не миллионер. 4 доллара, средние годовые зарплаты фасовщика спайсов по стране, так, что я не смог его купить, а вот трек, попробовать было интересно, поэтому я нашёл паблик с этим треком. Всё, что я там сделал, чуть не убился об Ауди, которую вы только что видели, и увидел чёткую братву на москвиче. Прямо как в той истории, чёткая братва потом разбилась на скорости 36 километров в час. Я пытался погонять там на более простых машинах, было весело, но потом на сервер зашла стая безбашенных формулистов, которые наезжали на всех, подряд я свалил. Спасибо за просмотр, я правда надеюсь, вам понравилось. Не ругайтесь при маме, сидите ровно, помогайте взрослым, а я пошёл смотреть 24 часа Дайтоны, всем удачи.